Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я четвертый год работаю в школе. До этого несколько лет работала в офисе, но не чувствовала себя на своем месте. Мне надоело сидеть с утра до вечера за компьютером. Хотелось найти работу, где будет больше общения и где я смогу передавать свои знания людям. Поначалу, когда я устроил школу, мне очень нравилось, я была довольна, что сменила сферу деятельности. Но спустя четыре года я понимаю, что устала. Особенно в этом году, когда мне дали слишком большую нагрузку из-за того, что некоторые учителя уволились. В итоге работаю в две смены. Стою ранним утром, прихожу поздним вечером. Силы нет ни на что, могу только лежать. Обычно я посплю пару часов, потом еще сажусь готовиться к урокам и завершаю подготовку только ночью, когда уже пора спать. В будние дни времени больше ни на что не хватает, и выходные тоже. Нужно готовиться к урокам или еще к каким-нибудь школьным мероприятиям. В течение учебного года я не чувствую себя свободно. Чувствую себя ученицей, которой нужно учить уроки. Мне 31 год, но мне еще не удалось создать семью. Хотя уже очень хочется стать женой и мамой. Нет даже особого времени на знакомство с мужчинами. И морально тоже устала от работы, так как ученики часто плохо себя ведут на уроках, и я отвлекаюсь на то, чтобы их успокоить. В последнее время я все чаще вспоминаю офис. И сейчас мне уже кажется, что это была просто замечательная работа. Комфортные условия, зарплата больше, свободные вечера и выходные. Я приходила после работы, еще успевала многое сделать. Занималась творчеством. В итоге я снова чувствую неудовлетворенность жизнью. Но в то же время понимаю, что прямо за делу я бы не смогла уйти из школы. Так как мне будет жаль учеников. И коллектив у нас хороший. У меня там появились друзья. Тем не менее, я стал понимать, что всю жизнь я работать так не смогу. Это тяжело для меня. И я не смогу уделять. Достаточно внимания близким. Подскажите, как быть в этой ситуации. Аноним, основной вопрос, который вам здесь нужно себе задать, заключается в том, как быть в этой ситуации, чтобы что, какая у вас цель. С точки зрения поведения, вам нужно определиться и увидеть, что выбор, какой бы вы не сделали, Этот выбор, в любом случае, будет иметь свою цену. И так или иначе, цену придется заплатить. Ну, нравится вам это или нет. То есть, в любом случае, какая-то цена будет у того, что вы, ну, как-то поступите. Поэтому вам нужно здесь, в первую очередь, определиться с тем, какую цену вы готовы платить. И готовы ли вы платить эту цену за свой выбор, за свое решение и так далее. Это первое. На что я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент, вот у меня возникло такое чувство, читая ваш текст, что как будто бы вы чуть ли не на постоянной основе, Убегаете как будто бы от чего-то. То есть, мне показалось, что вы бежите. Вот. Мне показалось, что вы убегаете от чего-то. То есть, вы сначала ушли, получается, из офисной работы, с офисной работы перешли в школу. Теперь вы хотите уйти из школы. То есть, это как будто бы вот в определенный момент у вас возникает тревога. В определенный момент вы начинаете испытывать, ну, знаете как, испытывать потребность уйти с полового места, где вы работаете. Вот. И это, на мой взгляд, не случайно. Вот. То есть, это вообще свойственно привозно избегающему типу личности. Вот. То есть, это люди, которые, ну вот, достаточно негативно, получается, воспринимают, ну, любые, например, ну скажем, факты привязанности. Вот. Поэтому вам, на мой взгляд, здесь нужно смотреть, на мой взгляд, вам здесь нужно исследовать именно то, как вы реагируете, например, да, на какие-то, какие-то привязанности, да, на какие-то привязанности, да. Что-то устоявшиеся, может быть, в вашей жизни и так далее. Здесь, на мой взгляд, это кажется важно. Вкупе с тем, что, получается, на вас накладывается много обязательств, которые, ну, не связаны с вами. То есть, ну, за других вы берете, вы берете обязательства за других людей, нагружаете себя сверх меры. Это говорит о том, что вы в той или иной степени обладаете проблематикой личной границы, то есть, не можете ограничить свою ответственность. Вот ответственность других людей. Вот. Это тоже может порождать некую такую тревожность, некое такое опасение, ну, с чем-то сближаться, да. Вот. С чем-то или с кем-то. Или с кем-то. Потому что то, что вы не можете создать семью, и то, что вы хотите быть женой и мамой, по вашим словам, вот, свидетельствует о предметизации вашего желания. То есть, вам хочется почувствовать себя определенным образом, вот, в роли жены и матери. Здесь происходит идеализация. Идеализация, в общем-то, превращает, порождает зонтази. Вот. Которые разбиваются о реальности в данном случае, потому что, ну, в реальности для того, чтобы строить отношения, да, нужно как-то реально взаимодействовать с людьми. То есть, то сделать сложнее, если вы, например, боитесь или опасаетесь сближения, ну, факта сближения, допустим, если вы боитесь. И если у вас есть проблематика личных границ, ну, судя по всему, она есть, да, потому что вы наваливаете на себя. В данном случае различные обязательства, вот, других людей. Вот. Что, конечно, не есть хорошо. Неудовлетворенность жизнью. То, что вы называете своей такой, я бы сказал, ну, может быть, глобальной проблематикой, да. Вот. В чем здесь момент? Здесь момент в глобальном, в глобальном таком, да, получается, недоверии себе. То есть, глобально вы себе не доверяете, глобально у вас присутствуют. Судя по тому, что мы можем видеть определенные рэкетные чувства. То есть, эти рэкетные чувства связаны с, например, чувством вины. Например, повышенной такой какой-то ответственностью. Вот. С жалостью. И так далее. Эти моменты также вам могут мешать. И мешать довольно серьезно. Потому что они являются компенсаторными, компенсаторными механизмами ваших внутренних конфликтов. Скажем так. Вот. И это просто, знаете, не индустриарная жизнь, потому что, потому что, чтобы чего-то добиться, да, ну вот, буквально, чтобы чего-то добиться, нужно делать выбор. Нужно принимать решение, чтобы чего-то добиться. А это почти всегда, как я и сказал, цена и выбор. А когда вы, получается, мечетесь между одним и другим, то есть вы хотите сменить работу и не можете, потому что вам жалко бросать школьников и так далее. Ну вот, и что у вас появились друзья и прочее. Вы никогда свободно выбор не делаете. Понимаете, да? И в итоге как-то вот остаетесь неудовлетворёнными. Вы пишите о том, что в офисе вы не ощущали себя на своём месте. Вам надоело сидеть с утра до вечера за компьютером. Но постарайтесь вспомнить, а как вы оказались на этой работе? Ведь вы же эту работу выбирали. Вы же на ней оказались, ну, не случайно. Правильно. Вы же на этой работе оказались потому, что выбрали её. И тем не менее, вы чувствовали себя не на своём месте. Что это значит? Вы говорите, вам надоело сидеть за компьютером. Это можно понять. Но есть такое ощущение, что как будто бы вам, может быть, не особенно было интересно изначально то, что вы делаете. То есть вопрос такой. Для чего я пришла на эту работу? Вот вы говорите, я хочу передавать свои знания другим людям. Супер. Прекрасная мотивация. Но. Штука заключается в том, что несмотря на прекрасную мотивацию, если вы будете пренебрежительно относиться к своим личным границам, а мне кажется, что вы и на предыдущем месте работе тоже пренебрежительно относились к своим личным границам. Вот. То вы будете выгорать. То, что вы сталкиваетесь, это профессиональное выгорание. Которое естественным образом возникает, когда человек начинает хаотично тратить свои силы. Вот. Понимаете, да? И, может быть, не может конкретизировать то, что он хочет делать, то, чем он хочет заниматься. Поэтому здесь в первую очередь нужно уловить сердцевину проблемы. Вот. И уловить вашу направленность. То есть, чего вы хотите-то вообще. Вот. Развить внимательность к себе. По крайней мере, развивать ее. Да? Ну. Ну, повышать чувствительность. Там и сейчас вы к себе вот как будто бы не чувствительны. А замечая только довольно сильные эмоции свои, вы, конечно, вряд ли будете испытывать удовлетворенность. Вот. Ну, потому что вы описываете свою практику как, значит, в этом году мне дали слишком большую нагрузку из-за того, что учителя уволились. Ну, что значит, дали. Вам могли предложить. Вот. А вы ее на себя взвали. Могли не брать. Могли не брать. Конечно, вы можете сказать, что меня не спрашивают. Да. Можете сказать, что у меня не было выборов. И, вероятно, для вас это действительно так. Вероятно. Но, на мой скромный взгляд, выбор есть всегда. Если оно того стоит. Вопросы заключаются в том, умеете ли вы принимать такой выбор? Умеете ли вы его делать? Или же вы привыкли искать какой-то такой вот, ну, хороший вариант, который всех устроит. И, которые вы, к сожалению, можете так никогда и не найти. Вот. То, что я хотел вам сказать. Сейчас. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. ρωиту. На этом все, нам надо было, эту ответ на следующий вопрос.